Всем привет! В этом видео я покажу эскиз и покажу на деле в редакторе Wolfhammer эффект хлыста Индианы Джонса для персонажа игры, скажем, мода для Half-Life 2. Итак, вот эскиз. Я буду показывать и рассказывать, что здесь что. Это место старта нашего игрока, Фримена. Это персонаж при старте. При старте игры этот персонаж идет в установленную ему анимацию, то есть такой розовый кубик. У этого персонажа на руке, тут у меня левая рука, но на самом деле он на деле правой рукой исполняет, как бы, ну он замахивается этим хлыстом правой рукой. У него есть точка там прямо на модели. И вот, значит, эта точка является тем местом, куда в начале уровня телепортируется одна часть веревки. Вот эта часть веревки и вторая. В итоге у нас такая создается иллюзия, что у него в руке находится хлыст или веревка. На самом деле обе части этой веревки, они телепортируются ему в руку и в начале игры такое ощущение, что он ее держит в руке. Веревку или хлыст. Ну, хлыст. Вот. Затем, когда он исполняет эту анимацию, и в середине этой анимации он замахивается, и происходит одна важная вещь. Одна часть веревки остается у него в руке, вторая часть веревки телепортируется вот сюда, в невидимый телепорт. Вот. И здесь же к этому объекту, к части веревки, применяется физическая сила. То есть, опять-таки, невидимый объект, его видно в редакторе Wolfhammer. Этот объект толкает часть этой веревки прямо. И тут еще есть такой важный нюанс. Если эта часть веревки попадает в триггер, она обездвиживается, и наш персонаж идет по полу, условно говоря, это не пол, это зона столкновений, она сделана только для NPC. Ну, то есть, исключительно для персонажей, но не главного героя, не для игрока. Он по ней идет, и такое ощущение, как будто он по этому хлысту поднимается вот сюда. Также, внизу, находится еще один триггер. Если наш персонаж не попадает хлыстом, а будем говорить, это не хлыст, вот этой вот частью в эту зону триггера, значит, эта часть веревки, она падает вниз, и попадает в зону другого триггера. Этот триггер, он заставляет нашего персонажа заново бросать эту веревку, то есть, заново проигрывать эту анимацию. То есть, часть веревки, вот он падает, эта часть веревки сюда, на самом деле, она падает в зону триггера. Затем снова эта часть веревки телепортируется сюда, и к ней применяется физическая сила. Когда, опять-таки, наша часть веревки попадает сюда, наш герой, вот этот вот персонаж, как будто переходит на другую сторону карты, благодаря своему хлысту. Вот так это выглядит в самой карте. Не будем говорить об этих отношениях между главным героем, то есть, персонажем, то есть, игроком и этим персонажем. Этим тоже мы интересоваться не будем, там дальше идут звуки. И, значит, как вы помните, в видео, которое вы наверняка видели, наш персонаж, вот этот вот, он бросает хлыст, помимо вот отсюда, он бросает его еще и сюда. То есть, такая же зона триггера есть даже здесь. То есть, она уже относится к тому, что, если эта часть веревки не попадает вот сюда, то он бросает ее заново. То есть, заново проигрывается анимация, заново применяется физическая сила. И вот таким образом все происходит. Тут, в принципе, добавить больше нечего. В принципе, я думаю, вот эта самая дорожка, по которой он спускается. Тут написано, значит, смотрите, PlayerClip. Это дорожка, по которой спускаемся мы. То есть, мы прыгаем наверх, затем мы спускаемся. Она изначально не активна. Когда нам предлагают прыгнуть на веревку, она активируется. Вот же дорожка для этого персонажа. То есть, ее не видно в самой игре, но она есть. То есть, он не прыгает, а он спускается по ней, и здесь он поднимается наверх. Тут, в принципе, то же самое. Тут эти же самые кубики анимации. Тут отношение между персонажем и нами. Тут также эта анимация идет, как он сюда спрыгивает. И еще самое интересное, что когда мы падаем вниз, тут есть триггер убийства. То есть, мы падаем вниз насмерть. Когда мы спускаемся сюда, вот этот триггер, он отключает. Вот этот триггер, чтобы мы могли спокойно спуститься и уже логически не убиться. Тут, значит, это окошко, само собой. Когда мы его открываем, включается. Ну, вот эта анимация отменяется. И включается эта анимация. Тут, опять-таки, зона подъема для нашего персонажа. Он поднимается и заходит в окно. Тут игра завершается. И, в принципе, это все. Я думаю, этого вам будет пока достаточно. Будут вопросы, пишите, опять-таки. Буду что-то еще интересное придумать. Может быть, сделаю. Может быть, нет. Это те самые звуки. Тут, в принципе, много чего можно объяснять. Долго и нудно. Но я этого делать не буду. Тут даже и десяти минут не хватит. Сейчас на восьмой минуте я заканчиваю. В принципе, спасибо за просмотр. Как я говорил, уже спрашивайте, интересуйтесь. Пока.